здесь у меня 400 грамм муки взвешивала я муку добавляю щепотку соли и вот такой вот 100 граммовый стакан молока можно воды но мне нравится больше на молоке вкус вот так вот наливаем на руку и вот так вот его сбрызгиваем на муку чтобы получилась крошка чуть-чуть сбрызгиваем и смешиваем чтобы были крошки дальше опять на руку и вот так вот сбрызгивать до тех пор пока муки не останется и будут одни крошки но вот в тесто превращать его тоже нельзя ну вот у меня ушел весь стакан хорошенько разминаем чтобы получились крошки увидите нет муки муки вообще нет одна крошка берем блендер но не погружной а вот такой который измельчает теперь сюда вот так вот насыпаем понемножку тесто и измельчаем но не держим нажимая а нажимаем отпускаем нажимаем отпускаем до тех пор пока крупенькие не будут одного размера совсем чуть-чуть делаем посмотрите получится как ореховая масса как если бы вы измельчили орех и вот так вот высыпаем на посуду которая немножко подсушим ее вот посмотрите за три-четыре минуты можно сделать какой у марш хороший как как будто мелкие орехи муки вообще не остается вот муки нету видите а то рукава осталась белая да вот после того как стряхиваете вон вот если выключить свет вот видите какие крошки мелкие вот это и есть у матч на две части чтобы не густо было можно на скатерти каком-нибудь или полотенце так еще быстрее будет лучше сушить я буду недолго где-то полчаса окно быстрее высохнет здесь у меня 400 грамм сливочного масла поставила я растапливаться на медленный огонь потому что он не должен быстро обжариваться а именно растопиться здесь три стакана 200 граммовых сахара это получается на весах 500 грамм товарищи и вот наливает на три стакана сахара три стакана воды кипятка наливая чтобы быстрее растаял можно добавить щепотку лимонного сока но не лимонной кислоты лимонная кислота портит вкус мне кажется мне не нравится вкус лимонной кислоты в сиропе вот сразу перемешиваем даем закипеть теперь убавляю огонь до чуть ниже среднего вот так вот он будет мелко кипеть видите не сильно я убавила огонь он кипит не сильно и вот так вот он будет кипеть где-то 7 минут 7-10 может минут поставлю пока 7 посмотрю масло у меня растаяло теперь начинаю делать прошло у меня полчаса вот так вот они немножко подсохли можно оставить на два-три часа некоторые с ночи делает максимум что я оставляю это на два часа потому что сильно вот подсушена я не люблю все огонь чуточку прибавляю до среднего и начинаем обжаривать и обжариваем как w прошлом виде я показывала до такого слегка коричневого цвета тут нужно немного запастись терпением потому что процесс вот это тут обжаривание он не быстрый если сделать огонь больше он подгорит и неравномерно это самое поджарится а если совсем мелко то конечно совсем уже долго будет средний огонь что все равномерно обжарилась и все время перемешивать на этом этапе видите когда уже совсем жидко добавляем слегка шафрана или куркумы можно и не добавлять в он совсем капельку совсем капельку это маленькая игрушечная ложка там капелька получается сильно будет менять вкус и аромат я в основном шафран добавляла но решила сегодня видите несколько секунд не перемешала уже дно обжарилась а сверху нет надо быстро мешать все наливаю сироп понемножку убавляем огонь делая огонь маленьким и несколько минут вот до состояния каши она должна пустить масло это масло будет видно все можно заканчивать решать я убавила огонь до 3 чтобы она не сильно кипела включаю вот в итоге что у нас получается получается очень вкусная алва лайфхак с блендером показала пропорцию алвы в основном все те же самые только меняется процесс приготовления надеюсь вам все понравилось на меня все всем пока пока